МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Здравствуйте! В жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, когда дальше откладывать нельзя, и пора все-таки принять решение. Не обязательно жизненно важное, но точно уже назревшее. И вот тут у многих возникают проблемы. Как принять решение? Как выбрать способ его реализации? Как не отступить на полпути? Давайте разбираться, психология нам в помощь. Во-первых, многие дела можно откладывать практически бесконечно. Например, можно долго не начинать ремонт, даже если он уже, очевидно, нужен. Можно не лечить зубы сразу, ведь сейчас же еще ничего не болит. Вы уже чувствуете, что вообще-то откладывать решение не всегда правильный путь. Откладывать можно, но тем самым мы обрекаем себя на более серьезные последствия, а также на большие траты и в денежном, и в психическом смысле. Поэтому если что-то беспокоит, давайте сразу думать, можно ли это изменить, чтобы не приходилось терпеть. Во-вторых, менять что-то нужно тогда, когда текущее положение не устраивает нас или наших близких. И если мы изменим что-то достаточно быстро, помните, что есть шанс, что это укрепит как наш авторитет, так и в целом добавит к нам симпатии. Мы же все-таки решили проблему, к тому же не затягивая. Например, супруга жалуется на то, что в доме дует из щелей окна. Можно поменять окно или в целом окна. Или хотя бы починить старое, заклеить щели, например. Тройная польза. И нас больше любят, и проблему решили, и самооценку себе подняли, потому что вот такие вот мы мастера, оказывается. В-третьих, как решиться на перемены? Вопрос сложный. И даже если мы ощущаем дискомфорт текущего положения дел, мы не факт, что готовы все брать и менять. Особенно кардинально. Нас пугают риски, связанные с изменениями. И это вполне реальные порой опасения. Нас пугает объем предстоящей работы. Менять на первом этапе всегда труднее, чем просто оставить все как есть. К тому же часто неизвестны и последствия принятого решения, и точная последовательность действий по его реализации. Что же делать? Действуем по порядку. Непонятна последовательность действий по реализации. Значит, садимся, записываем конечную цель, а дальше делим ее на мелкие задачи. Например, меняем окна. Звучит глобально. Мелкие задачи. Найти фирму, вызвать замерщика, определиться с моделями финальной конструкции окон, договориться о дате установки, оплатить, перенести вещи из комнаты, прикрыть пленкой то, что нельзя вынести. А когда окна будут заменены, надо будет выбросить старые. То есть ищем еще и грузчиков или друзей в помощь. Большая цель – мелкие задачи. И решаем по очереди. Каждый шаг в отдельности совсем не сложен. Так победим. Если же откладывать принятие решения заставляют какие-то потенциальные риски, нельзя засовывать голову в песок и прятаться. Нужно эти риски сформулировать, проанализировать и придумать, как их минимизировать или вовсе устранить. Боимся, что плохо поставят или ненадежные окна сделают. Ищем нормальную фирму. С хорошими отзывами изучаем опыт коллег по работе и знакомых, кто где брал, почем. Берем контакты проверенных мастеров и так далее. Так с каждым опасением работаем в отдельности. Пока не минимизируем риски до приемлемых. Не пытаемся только на 100% все предусмотреть. Это невозможно и отнимает кучу времени. Так что видим, что нам что-то не нравится, думаем, можно ли исправить. Если да, то как именно? А потом, по классике, делим большую цель на маленькие задачи, контролируем риски, меняем жизнь к лучшему понемногу, но уверенно. А на сегодня пока все. Живите активно, увидимся в следующий раз, если, конечно, нам хватит сил на все изменения сразу.